В Мариел с рабочим визитом сегодня прибыла международная делегация, в составе которой чрезвычайные полномочные послы Венгрии и Эстонии в России. Визит носит в первую очередь ознакомительный характер. В центре внимания жизнь и быт финно-угорских народов. По традиции гостей встречали хлебом с солью, после чего состоялось знакомство с Горноморийским районом. Так, к примеру, в селе Еласы послы увидели национальный свадебный обряд. Как отметили гости, в культуре финно-угорских народов много общего и сегодня особенно важно сохранить самобытные традиции. И это уже общая задача. Главное это учиться друг у друга. Что у кого что получается, у одного у другого другое. Надо учиться, нельзя все время каждый день самому себе изобрести велосипед, а надо пользоваться опытом, что у кого получается, учиться друг у друга. Это укрепить немножко свои, значит, хорошие отношения с Мариелом и другими финно-угорскими народами. И мы так считаем, что продолжаем работать, помогать в сохранении финно-угорского культуры, языка, потому что это такие ценности, которые очень важны. Прежде всего, это культурный обмен. Ежегодно мы посылаем коллективы для празднования дней финно-угорских народов, которые традиционно проводятся в октябре месяце. Все государства финно-угорских народов, финно-угорские государства участвуют на фестивале «Ешкала театральная», который проводится уже на протяжении многих лет у нас. И, конечно же, это имеет отношение к развитию связей в области образования. Всего в Горноморийском районе насчитывается 49 памятников истории и культуры. Иностранные гости побывали у памятника национальному герою Акпарсу. Посетили краеведческий музей имени Игнатьева, откуда ушли не с пустыми руками. Местные мастерицы вручили им тканые пояса, которые по традиции украшали национальный морийский костюм. Завтра чрезвычайные полномочные послы Венгрии и Эстонии в России прибудут в Ишкар-Алу. Помимо экскурсий по столице республики, члены международной делегации посетят ведущие национальные средства массовой информации. Мариэл радио и редакцию Мариэл ТВ телеканала «Регион-12», где примут участие в теле- и радиопрограммах.